В 2023 году мы продолжили работу под негласом девизам, которые взяли на вооружение в 2020 году. Это слушать и слышать жителей района, брать на себя ответственность, честно и открыто объяснять, почему принимается второе и решение, объяснять, почему отдаётся предпочтение решений проявленных задач. На протяжении всего 2023 года мы продолжили проведение единого дня села. В прямом и честном диалоге вместе с администрацией миссельских советов, депутатами разных уровней устраиваем прямой диалог с каждым жителем района. Встречаемся не только на скотах, предприятиях и учреждениях, но и ежемесячно проводим выездные личные приёмы. Нам важно было не потерять связь с жителями района, укреплять и доходить к своей работе до каждого человека. То, что нас слышат, то, что мы понимаем друг друга и работаем в районе под девизом «Мы мисс», нашло своё подтверждение важных политических событий, которые состоялись в 2023 году. Это было с вами по выборам губернатора Красноярского края, до выборов по Назаровскому округу в законодательное собрание Красноярского края и до выборов Назаровского района Совет Депутатов. Результаты этих выборов ясно показали, что жители Назаровского района поддерживают все направления работы губернатора Красноярского края. Это показало, что между властью и жителями выстроена прочная доверительная связь. Мы должны быть внимательными к пожеланиям и запросам наших жителей. Поэтому и в дальнейшем нам необходимо, чтобы через наш сайт, систему госпаблика в социальных сетях и через другие источники жители могли задать вопрос, образначить свои проблемы власти, чтобы быстро и своевременно их отработать. В 2023 году администрации района проведено более 20 опросов среди жителей по разным темам. От работы домов культуры до выбора территории, на которой необходимо строительство спортивных и иных сооружений. В вопросах приняло участие более половины жителей нашего района. И то, как иногда опросы доходили до горячих споров, говорит о том, что люди впервые выражают свое мнение, видя, что их мнение считается и не боясь его высказывать. Важным инструментом работы с населением является взаимодействие с общественными организациями. И можно смело утверждать, что в анагарде общественного движения в Назаровском районе находится в Назаровском районе Совет ветеранов. Совет ветеранов стал не только партёром многих делах, но и постоянным соратникам администрации Назаровского района. Проведение совместных концертов, встреч, работа активного долговетия и, конечно, помощь нашим защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции. Благодаря активному содействию и доброму сердцу наших ветеранов были открыты работы целые мастерские на территориях поселений. Сотни сетей были встретены в Гадинской, Преображенской, Слепновской, Сахапкинской и Павловской территориях. Тысячи окопных свечей ушли на фронт из Краснополянской, Пососновой и Дороговой. Собраны сотни килограмм посылок в Красносопельском и Ададырском сельсоветах. Десятки килограмм овощей высушены для суховых наборов. Конечно, в этом деле волонтёрство всё для фронта работают не только ветераны. Хочется выразить огромное человеческое спасибо и простым жителям и ученикам районных школ, которые участвуют в этой секретной миссии в борьбе с не нацизмом. Но зачастую именно ветераны, люди, отдавшие долгие годы труда нашему району и стране, являются тем связующим звеном, которое объединяет сегодня все поколения. У многих жителей, ушедших на СЛУ, остались семьи, жены, родители, дети. Вместе с администрацией в сельском поселении мы держим с ними постоянную связь. Приглашаем их концерты, поздравляем с праздниками. Всем семьям, исключенным отоплением, нуждающимся в том твердом топливе, привезли в книгах. В этом нам помогли наши социальные партнёры, Назаровский разрез и сельскохозяйственные предприятия. Все дети участников Ростового бесплатно питаются в школах и бесплатно посещают виски сад. В России в 2023 году активно начало развиваться и расширяться новое движение детей и молодёжи. Движение первое. Движение даёт возможность своих друзей по бизнесам, участвуя в мероприятиях, организовать свои, запускать проекты по 12 направлениям. Участником движения первых может стать любой ребёнок, а также педагог, родитель, вожатый или другой взрослый, кто бы хотел быть наставником первых. На базе всех школ и молодёжного центра были открыты первичные отделения движения первых. В данном направлении уже имеются достижения. Ученица Павловской школы одержала победу на краевом. Смотрим молодёжную премию номинации «Лучший председатель Совета первых». Ученики Сахаринской школы вошли в состав краевого медиа-центра. В 2024 году четыре школьника стали победителями конкурсного вбора достижений и посетили выставку ВДНХ в городе Москва. Воспитальники театральной мастерской эйфории Глядинской школы прошли во второй тур всероссийского проекта «Школьная классика». Только 10 коллективов были выбраны из всего Красноярского края. В мероприятиях, проектах и акциях движения первых приняли участие более 700 детей и молодёжи на Завовского района. В наше время вопрос воспитания, как важные условия развития нашего государства, стало приоритетным. Школы продолжают реализацию проекта, циклами урочных занятий, разговоров о важном для всех обучающихся школ с 1 по 11 классах. Проект составляет по 7-13%, по 2-5%, по молоку 7,7%, мясу 10,2%, яйцу 17,7% и любит 3,3%. Около 90% продукции, произведённых в районе, приходится на долю сельхозпредприятий. В 2023 году произведено сельхозпродукцией на 8,868 млн рублей и 91,2% кроме 2022 года. Снижение произошло в рациональном уровне обществе, как Холга и Сибиря, за счёт низкой цены на зерно низкого качества, из-за уназаровской уменьшения прибыли от продаж в связи с высокой конкуренцией. На долю у крестьянско-фирмских хозяйств приходится около 0,5% от производства валовой сельхозпродукции по району. Производство КФК представлено отраслями растеневодства и животноводства. Основное направление растеневодства – производство зерновых культур, животноводство и разведение крупно-ракатого скота. Личные пособные хозяйства производят сельхозпродукцией около 20% от общего объёма производства по району. Личные пособные хозяйства основные в районе производителей овощей и картофеля. Помимо этого, основной производительной продукции также является молоко-мясо. В 2023 году хозяйственным районом приобретено 49 единиц новой техники и оборудования. Тракторы, жаркие посевные комплексы, грузовые автомобили. Средимесячная заработная плата одного работника сельхозпродукцией в 2023 году составила 49 тысяч 5 рублей. Рост 19% уровнем 2022 года. Огромное значение для сельскохозяйственной возраста района имеет развитие малых форм хозяйствования. В 2023 году совместно с Министерством сельского хозяйства провели семинар по разъяснению существующих форм создания и поддержки малых форм хозяйствования, кооперативов, фермерских и лично-пособных хозяйств. В течение всего 2023 года проводили встречи с гражданами, ведущими лично-пособное хозяйство, по созданию вопросов кооперативов. Итог этой работы является создание кооператива семейной фирмы в деревне Сириуль. За период с 2020 по 2023 год прирост предприниматель на территории района составил 51 человек. По итогам 2023 года район в лидерах по краю по росту поступления налога, взываемого в связи с применением патентной системы налогообложения. В этом году предприниматель из поселка Севтой обновила оборудование, стала участниками районной программы по возвращению части понесенных затрат в рамках реализации развития предпринимательства Назаровского района. Ей вернули половину суммы вложенных средств. Татьяна шьет новые модели комплекса участников специальной военной операции. Выплетки она посмотрела в тематических группах. Сейчас на кофте появились карманы, на охотнике стал более удобный замок на всю плену. В зону проведения спецоперации у предправили первые новые 9 изделий, готовые еще 11. По состоянию на 1 января 2024 года на территории Назаровского муниципального района действует 113 магазинов минимальных. 18 павильонов, 5 аптечных пиосков и пунктов, 4 автозаправочные станции. Важным вопросом для населения в связи с большой протяженностью являются пассажирские перевозки. Муниципальными пассажирскими перевозками в районе охвачено 46 населенных пунктов из 60. В течение года перевозки осуществлялись по 17 муниципальным маршрутам. По 5 маршрутам дополнительно осуществлялись коммерческие рейсы по согласованному с администрацией района графики. Пассажирские перевозки в районе осуществляют автокранс и 2 индивидуальных предпринимательных картинок Чуркина. В 2023 году большое количество обращений было связано с качеством осуществления перевозок. Обращение касалось дополнительных остановочных пунктов, таких как средних перевозок и изменений графика с движением автобуса. Основная ситуация, где мы согласовываем, изменение графика по пожеланиям жителей села Подсосное изменено. Остаются частично нерешенными вопросами оказание услуг сотовой связи. В результате участия в конкурсе государственной программы развития информационного общества в 2023 году получено субсидии из краевого бюджета на создание условий для обеспечения услугами связи деревни Новосокса, Средней Березовка, поселок Сахновка. У населения появилась возможность пользоваться услугами подвижной, когда не телефонной, высокого связи в целях предупреждения реквидации последствий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера. Стихийные бедствия, эпидемии, а также возможность реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных изношенностью теплой водосетей в селе Красная Поляна, в отопительный период 2023 года в бюджету района выделены средства Резервного фонда правительства Красноярского края в размере более 57 миллионов рублей. На эти средства выполнены ремонтно-восстановительные работы тепловой сети и участка водопроводной среди на общую сумму 26 миллионов рублей. Работы в этом году будут продолжены. В рамках государственной программы ЖКХ неотложные нужды в 2023 году привлечено более 40 миллионов рублей. Это капитальный ремонт котельной в селе Красноярского края на поляна, замена дымовой трубы на котельную, там же, длина 30 миллиметров установлена на долг. Капитальный ремонт сооружения водонапорной башни со сплажей в деревне лесные поляны, в деревне Ролково. Капитальный ремонт водонапорной башни в деревне Светносерка. Капитальный ремонт водонапорной башни в поселке Красная Сопка. Капитальный ремонт водонапорной башни в село Красноярского края на поляна. Приобретенный экскаватор-покручек Беларусь стоимостью почти 7 миллионов рублей. Расходы консультированного бюджета за 2023 год исполнены в сумме 1 миллиард 526 миллионов рублей при плане 1 миллиард 560 миллионов рублей, что составляет 97%. В течение 2023 года социальная направленность бюджета района была сохранена. В структуре бюджетное назначение более социально-ориентированных расходов составило 74% и 1 миллиард 122 миллионов рублей. Поступление собственных доходов составило 146 миллионов 509 тысяч рублей. Налоговые доходы в сумме 25 миллионов 29 тысяч рублей. В прошлом году заместители главы района ввели активную работу по дополнительному привлечению краевых средств в различных сферах деятельности. Итогом совместной работы стало привлечение более 250 миллионов рублей из торгового федерального бюджета. Акцентрирую внимание на масштабных проектах. Так, в Семесахопта проведена модернизация сельской библиотеки на общую сумму более 14 миллионов рублей. В библиотеке удалось создать привлекательный современный дизайн с угробным мебелем. И на сегодня можно говорить об увеличении численности читателей на 40%. Сотрудники централизованной библиотечной системы Назаровского района смогли выстроить выжившие отношения с Государственным музеем Владимира Высоцкого, известными как Дом Высоцкого на Таганке. Из Москвы библиотекарями были привезены плакаты, значки и комментарии, комплекты и открыток по синтезу с крестами знаменитого автора. Среди экспонатов первое издание книги Марины Влади, которая была женой и главной музыкой Владимира Семеновича. Также есть книга автор самого Владимира Высоцкого. Теперь все это можно увидеть в Сахарской библиотеке. На развитие спорта в районе удалось появлечь более 20 миллионов рублей. Основные мероприятия считают строительство двух спортивных площадок в селе Красных Поляна и в поселке Степной. Ремонт спортивного зала в спорткомплексе в поселке Степной. В 2024 году на выделенное из кривого бюджета 10 миллионов рублей продолжали ремонт раздевалок и душевых комнат в спорткомплексе. В 2023 году продолжена работа по укреплению материально-технической базы, по созданию безопасных и комфортных условий деятельности учреждения. За счет средств районного бюджета выполнены ремонтные работы, замена кухон на стеклопакеты, ремонт отопительной системы, замена отопления на теплофоны, ремонтные входные группы и другие работы с объемом затрат 2 миллиона 840 тысяч. Проведено мероприятие по исполнению предписаний надзорных органов. Установка противопожарных сигнализаций, установка камерей для наблюдения, и устройства запасных выходов, как незащитная работа, черташек и реклама на сумму 586 тысяч рублей. За счет районного бюджета для клубных учреждений, приемных компьютерах и порт техники на сумму 550 тысяч рублей. В 2023 году по итогам проявого конкурса «Самое читающее муниципальное образование» в номинации «Лучшее организационно-методическое обеспечение поддержки чтения» в муниципальном районе, признанной методикой библиографический отдел ЦБС. Пушкинская карта. В работу по реализации проекта мы продолжаем. Подключение к Пушкинской карте и участие в общеобразовательных школ составляет 100%. Проведу в течение 23 года и за текущий период 2024 года 33 благотворительных концерта на сумму более 500 тысяч рублей. В отчетном году три Всесовета Степновских, Верхненадырских и Ображенских прошли корпусный отбор по программе поддержки местных инициативов. В результате чего за счет первого бюджета для шести учреждений культуры приобретено звуковое сетовое оборудование на общую сумму 3 миллиона 540 тысяч рублей. Библиотеки районов в своей работе применяют формы и методы по дополнительному привлечению денежных средств за счет проектной деятельности. Так, Атоповская сельская библиотека совместно с сельским кругом приняли участие и стали победительными в корпусе социальных проектов в рамках государственной грантовой программы Краснодарского края партнерства с проектом Центр творчества и развития ИПУС и Лен-Друхова. Финансирование проекта составило 389 тысяч. В рамках конкурса по предоставлению грантов в форме с усилием и экономическим организациям на организацию мероприятий в области охраны окружающей среды, Министерства архологии и рационального производства Краснодарского края, библиотеки района реализовали экологический проект на пинерезину в сумме 674 тысячи рублей. Экологический проект предусматривал сбор изношенных покрысок в населенных пунктах Назаровского района, который ощутлялся в рамках эко-квеста «Перехоти через поле». Участники эко-квеста, объединившись с командой, также сами организаторы проекта, обследовали 59 населенных пунктов и прилегающих к ним территорию, выявили и убрали 5 свалок и навалов колес, собрали в общей сложности 1506 покрышек, в пересчете это 10 тонн. В эко-проекте приняли участие 116 человек, жителей нашего района. За счет платежей за негативное воздействие на окружающую среду была ликвидирована частично несанкционирована свалка в поселке Глядин, объемом 608 кубов на территории одного гектара, на сумму 2 млн 984 тысячи рублей. В Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края рассмотрена заявка о включении объектов накопленного блюда окружающей среде на территории Назаровского района, на две земельных участки, расположенных вблизи поселка Сахронка, и заполненный участок земельных поселок Сахронка, которые заполнены отходами и требуют репортивации, и Министерством экологии принято положительное решение. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края совместно с Министерством и Межрегиональным управлением оборудованного надзора в рамках своих полномочий продолжают работать и рассчитывать действия по обследованию, оценке и мобилизации объектов накопленного блюда. В 2020 году на территории Назаровского района проведено 21 мероприятие по очистке от мусора водных объектов. Общая протяженность составила где-то целых, 0,2 км прибрежной зоны. Проведены общественные обсуждения в форме опроса с целью обсуждения проекта документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы проекта документации и конструкции горно-транспортной части разреза Назаровской. Включая техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду. На территории Назаровского района 261,9 км автомобильных дорог общего пользования и местного значения. Мы ежегодно принимаем участие в получении субсидий на ремонт автомобильных дорог. Выражаю слова признательности и благодарности губернатору Красноярского края, правительству Красноярского края за поддержку и понимание проблемы нашего муниципального образования. Районы увеличили сумму на 5,5 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог и местного значения. В 2023 году по программе «Чистый край» мы получили 5 тракторов, таким образом у нас на сегодняшний день с учетом 22 года 8 сельских советов, обеспеченные техникой тракторами Беларуси со всеми местными оборудованиями. По программе все эти сельсоветы зашли, два сельсовета это Дораковский и Стекловский, которые там найдут, также на полу и получат трактора по этой программе. Технику распределяет Министерство сельского хозяйства и торговые Красноярского края. Ключи включал куратор нашей территории Леонид Николаевич Шурова. Для Назаровского района это огромная помощь по содержанию и благоустройству территории, чистка дорог. Также с помощью тракторов обеспечиваются величные меры пожарной безопасности, укашиваются трава и обахиваются населенные пункты. В рамках подпрограммы дороги Красноярска в Краснояре отремонтировано 3,811 километров опортовой убильных дорог. Из них 1,194 километра асфальта бетонная, 2,617 тысячных щебеночное покрытие на сумму 11,748,000 рублей в трех населенных пунктах. Сегодня продолжается практика участия Совета в конкурсах по привлечению средств и благоустройству территории. В рамках государственной программы «Содействие и развитие местного соотравления» в 2020 году выделены средства на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в объеме 10,945,000 рублей. Реализация проектов по решению вопросов местного значения осуществляет непосредственно население на территории населенного пункта в объеме для 2,550,000 рублей. Сегодня в своем учете я уделил особое внимание образованию молодежи, спорту и культуре. Ведь одной из ключевых задач, стоящей перед нами, является закрепление молодежи на Малой Родине. А это требует новых архитировок для социально-экономического развития. Первочередной задачей для нас является улучшение качества жизни населения. Не случайно это так глубоко и серьезно обсуждалось на площадках муниципального форума «Малая Родина Силы России» и на большей линии участия в ней и в главу Цельских Советах. Участие в Европейде такого уровня дает реальную возможность познакомиться с достижениями различных регионов страны, обвиняться опытом по наиболее актуальным для каждого муниципалитета вопросам. Конечно, получить на пустыре призмета России, которому жители нашего района отдали более 90% новых срок, и ярко жителей на выборах нашего района составило 87,7%, что позволило нам войти в десятки литров по яркостью, по Красноярскому краю и стать лидером по образованию за правительство Российской Федерации. Обязательно неудивающее место наше муниципальное образование. Это большая заслуга вас, ваших, наших жителей. И в завершение хочу поблагодарить жителей района, вас, уважаемые депутаты, за то, что вы не остались в стране, выразили свою гражданскую позицию и поддержали последнее развитие нашей страны, нашего края, нашего района на выборах президента Российской Федерации. Продолжение следует...